Давайте сначала определимся, что такое Россия. Россия – это империя, которая недораспалась, которая первый раз распалась в 1917 году, второй раз распадалась в 1991 году. Ну и сейчас то, что сейчас происходит, последние сто с лишним лет – это период распада Российской империи. Сейчас идет третий период распада Российской империи, который уже совсем вплотную запустил Путин, когда начал в прошлом году, в 22-м году, вернее, позапрошлом году начал вот эту вот войну. И он действительно запустил этот процесс распада. Конечно, он не быстрый. Мы помним, что, скажем, та же самая британская, сколько лет распадалась империя, сколько лет распадалась Римская империя. Это длительный процесс. Я не думаю, конечно, что этот процесс затянется так, как период распада Римской империи, но подготовка к этому процессу идет сейчас. И то, что происходит в Башкортостане, это, безусловно, национально-освободительное движение, которое носит характер борьбы против диктата империи. Несмотря на то, что они прямо не говорят о том, что они собираются выйти из состава, но, тем не менее, смысл именно такой, потому что это борьба против диктата Москвы, это борьба против того, что Москва нещадно эксплуатирует богатство Башкортостана. Башкортостан – это самая большая республика в России по численности населения, по богатствам природным. Это 4 миллиона человек. Это очень высокий уровень доходов. Примерно половина этих доходов отправляются в федеральный центр. Половина. То есть, на самом деле, это ограбление, и то, что там происходит сейчас, это подавление самосознания башкирского народа. Там отменено обязательно изучение национальных языков. Для того, чтобы учить башкирский язык, ребенок и его родители должны специальное заявление подать. То есть, это, на самом деле, безусловно, такая вот русификация последовательная. И протест против этого носит закономерный характер. Это будет продолжаться. Безусловно, вот эти протесты будут подавлены, здесь никаких сомнений нет. Но есть много-много других республик, и не только национальных. Безусловно, локомотивами этого процесса распада Российской империи будут национальные республики, как это было и в начале 90-х годов, когда и Чечня. Потребовалось целые две чеченские войны для того, чтобы удержать Чечню в составе России. И только предательство клана Кадыровых, который перешел на сторону империи, только это позволило удержать Чечню в составе Российской Федерации. Татарстан проголосовал двумя третями. Две трети жителей Татарстана, в том числе и русские, проголосовали за то, чтобы выйти из состава России. Это был 92-й год. Пришлось тогдашнюю главу Татарстана, президенту Татарстана Шаймиева, ломать через колено. Примерно такие же процессы шли. Правда, без референдумов, но тем не менее, это были процессы, по сути дела, по факту выхода из состава России. Это было и в Татарстане, это было и в ТВ, это было и в других республиках. Но удалось удержать, удалось силой все это подавить. И в конечном итоге мы пришли к такому состоянию, когда вот это имперство российское, оно проявляется не только вовне в виде нападения на другие страны, что происходит сейчас в Украине, но и внутри, подавление самоопределения вот этих вот народов. Причем здесь речь идет не только о национальных республиках. Подобного рода центровежные тенденции существуют и в так называемых русских краях и областях, потому что мы помним, как создавалась Уральская республика, Сибирская республика, дальневосточные регионы имели тенденцию к оценению. То есть это все происходит пока у империи хватает сил, у этого фашистского рейха хватает сил для того, чтобы эти процессы подавить. Еще особенность есть, то что сегодня далеко не все сразу говорят о том, что они хотят. Выход на эти протесты, он не носит, он не озаглавлен, так сказать, целью выйти из состава России. Ну, причина понятна. За подобного рода лозунги очень длительные сроки тюрьмы, и мало кто хочет сидеть до конца жизни, встретить свою смерть в тюрьме. А это именно так. За попытки нарушения территориальной целостности России предусматриваются очень длительные сроки. Поэтому, в общем-то, пока это все носит такой характер экологического протеста, это вот протесты в Башкортостане, они в основном за... Это была солидарность, значит, одному из лидеров экологического движения, которого, значит, на длительный срок в тюрьму собираются посадить, и, насколько я понимаю, это решение будет реализовано. То есть, пока это носит такой вот характер, так сказать, экологические протесты, я не исключаю, что, может быть, где-то в регионах будет реакция на вот это вот, на коллапс ЖКХ, еще какие-то вещи. То есть, это может быть, так сказать, какие-то мусорные протесты, потому что проблема с мусором чудовищная в России. То есть, где там это может быть протесты против того, что именно с национальных окраин в основном забирают на войну. Кстати говоря, это тоже очень характерная вещь, я думаю, что... Ну, вернее, не думаю, а точно знаю, что башкирский протест в том числе включает в себя и вот эту вот несправедливость. И, понимаете, вот в Башкирии нет, в Башкортостане нет какого-то такого мощного антивоенного движения, нет какого-то большого там сочувствия к Украине, вот этого нет. Пока, пока нет, пока нет, пока это не ощущается. Ощущается несправедливость. Есть несправедливость по поводу того, что империя посылает прежде всего жителей национальных окраин воевать за их интересы, за чужие интересы. И это понимается. То есть, количество грузов 200, которые приходят в национальные республики, значительно больше, чем то, что приходит в Москву. Москва практически не дает на фронт, на вот в оккупационную армию, не дает своих молодых людей. Москва, Питер, в общем-то, практически не воюют. Шанс на то, чтобы попасть на войну у жителей Москвы в несколько десятков, примерно в 30-50 раз меньше, чем у жителей, скажем, Дагестана, Тывы или каких-то других национальных республик. Поэтому и вот это ощущение несправедливости, оно есть, когда люди в этих республиках, да и, собственно говоря, не только в этих республиках, но и в каких-то депрессивных областях России, когда они ходят мимо кладбища, они понимают, сколько, невозможно скрыть, там огромное количество людей уже погибло, из 300 с лишним тысяч боевых потерь, основная масса приходится как раз на национальные республики, на удаленные регионы. И поэтому вот это ощущение несправедливости, еще раз подчеркиваю, здесь не надо приписывать людям то, чего они не чувствуют, они не, в основном, не чувствуют, не испытывают какого-то сочувствия к украинцам, не испытывают вот как бы ощущение чудовищности этой войны, этого нет, это вот не надо забегать вперед, это придет, обязательно придет, но поначалу это просто чувство несправедливости, что почему нас гонят на войну, а сами не воюют. Вот это пока так. Значит, перспективы, у меня нет ни малейшего сомнения, что в конечном итоге Российская империя, вот эта вот недораспавшаяся ее часть, которая называется сейчас Российской Федерацией, она обречена на распад. Когда это произойдет? Ну, делать точные предсказания, это шарлатанство. Это как бы понятно, что это, в общем, плохо предсказуемо, но этот процесс произойдет стремительно. Россия, как всегда, как сказал Василий Розенов, всегда распадается, линяет в два дня, в крайнем случае в три. Так было в семнадцатом году, так было в девяносто первом году, и так будет и сейчас. Когда? Ну, на самом деле, могут быть какие-то катализаторы, в основном, я думаю, что это будут события на фронте, возможно, это будет дооккупация Крыма. С Крыма все началось, с Крыма все, возможно, и закончится. Крым – это и есть та самая Кащеева игла, в которой таится смерть путинского режима. А вот тот процесс, который сейчас идет в Башкортостане, это один из таких вот предвестников этого ближайшегося конца. Ну вот, если говорить о имперскости, Блумберг сообщает о том, что Путин поручил чиновникам разыскать активы, принадлежащие бывшей империи или Советскому Союзу. Распоряжение предусматривает выделение средств для проведения поисков имущества за рубежом и регистрации прав собственности России. В документе не указан размер бюджета операции или конкретные виды разыскиваемого имущества, сообщает Блумберг. И, как отмечает издание, границы Российской империи и СССР когда-то охватывали территорию Польши, Финляндии, стран Балтии, Украины, Белоруссии, Кавказа и стран Центральной Азии. Ну, собственно, там и будут вестись поиски. Что послужило толчком для такого приказа, пока непонятно. Интерес Путина к бывшим имперским владениям вряд ли уменьшит опасения по поводу его посягательств, пишет Блумберг, на другие соседние государства. А как вы считаете, что послужило этим толчком? Это, возможно, вот этот вот ответ на то, что будут активы России блокировать и направлять в пользу Украины? Или это вот та же имперская политика, и все вот туда же? Я думаю, и то, и другое. Вообще Путин пребывает в каком-то сумеречном сознании, которое связано с тем информационным пузырем, который он в себя сам заключил. Там же вот как устроено информационное поле, в котором находится Путин. Это тоже отдельный разговор. Значит, Путин, так сказать, благодаря тому, что кто-то его окружают люди, которые ему что-то советуют, что-то говорят. Вот он говорит какие-то вещи. Ну вот вроде того, что, значит, Украину создал Ленин, там, значит, ну и тому подобный бред. Что кто-то когда-то, значит, гарантировал не расширение НАТО на восток, никто этого не гарантировал, но это не важно. Путин пребывает в этом убеждении. Что там Мардлин Олбрайт, значит, говорила, что, значит, Сибирь несправедливо принадлежит России, что ее надо отобрать. Она этого никогда не говорила, но это не важно. Вот. То есть, ну Путин думает, что она говорила. Путин считает, что вот обещали. Путин считает, что границы России не кончаются нигде. Значит, Путин считает, что, так сказать, на Западе ужас-ужас-ужас, там туалеты для мальчиков и девочек. Ну, короче говоря, вот в этом бреду он пребывает. Путин все это говорит. Дальше. Что называется, следите за руками. Что происходит дальше? Дальше в телевизоре начинается, так сказать, ажиотаж, все начинают пережевывать эти слова, кричать, вопить, орать, говорить, что надо всех уничтожить и так далее. А потом это все содержание вот телевизора, значит, специально обученные люди конспектируют, складывают в папочки и кладут на стол Путину, как общественное мнение. Путин это все, так сказать, переваривает и еще раз снова, то есть и снова выплескивает в эфир, как, значит, истину в последней инстанции. То есть происходит такой своего рода круговорот безумия. Понимаете, вот это все, на самом деле, как бы, вот он постоянно поедает вторичный продукт собственной переработки. То есть это постоянно происходит. Вот на самом деле это и есть ответ на тот вопрос, почему Путин начал эту войну с большим, самым крупным в Европе государством, с сильной армией, потому что вот ему говорили о том, что, значит, он убедил себя сам в том, что Украины нет никакой, что это один народ, только это вот есть кучка каких-то бандеровцев, которые захватили, и что если, так сказать, прийти на танках, то эти танки будут встречаться с цветами. И поэтому Украина за три дня. Вот это все, на самом деле, результат вот этого информационного кокона, в котором он себя заключил. Ну и к тому же, когда человек находится более 20 лет во власти, то ему постоянно в уши дуют, что он самый великий, что, в общем-то, ну, посмотрите, где есть еще такой замечательный президент, как в России. И поэтому он, в принципе, достоин, никто ему сопротивляться не может, и поэтому он достоин владеть всем миром. То есть это, на самом деле, результат еще и деформации. Ну, скажем так, масштаб личности Путина, конечно, не сопоставим даже с величайшими злодеями 20 века, со Сталином и Гитлером. И те, несмотря на то, что они были тоже диктаторами, тоже находились во власти довольно долго, но у них все-таки масштаб личности был другой. И не позволял им, хотя, конечно, они делали глупости, в большом количестве, роковые глупости, но не такие, как Путин. Поэтому здесь еще все, так сказать, помножается, вернее, делится на невероятную ничтожность этого персонажа, потому что, на самом деле, это человек, который попал во власть абсолютно случайно, абсолютно случайно, он никогда не проходил через горнила конкурентной политики, никогда в жизни не участвовал ни в каких конкурентных выборах, никогда в жизни не провел ни одних дебатов. Вот просто семья, так сказать, некоторые олигархи договорились о том, что вот он подходит на то, чтобы стать таким хранителем сокровищ, нажитых непосильным трудом, семьи олигархов. Вот совершенно случайно попал во власть, но и вот результат мы видим. Так что я думаю, что это вот эти вот имперские глобальные амбиции, они результат вот такого нахождения в информационном пузыре, плюс, ну, прямо скажем, некоторые очень ограниченные масштаб личности, не способные к самостоятельному анализу. Давайте вернемся к войне, из которой мы, собственно, и не выходили пока что. CNN пишет о еще двух годах войны. Возможно ли такие сроки, пытаются анализировать эксперты. Значит, американский телеканал CNN написал, что на Западе прогнозируют еще не менее двух лет боевых действий в Украине, а возможно, они сказали, что это может быть и пять лет. Ну, опираются они, понятно, на ту ситуацию, которая сейчас складывается, на те прогнозы, которые дают эксперты, эксперты, а также на разведку Соединенных Штатов Америки, которая как раз таки и дает это мнение. Такой сценарий американцы видят вне зависимости от того, кто победит в президентских выборах осенью 2024 года, имеется в виду президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Оценки отличаются, но практически все собеседники журналистов предполагают, что война будет длиться не менее двух лет. В кулуарах некоторые официальные лица США говорят, что боевые действия могут занять еще пять лет. Согласны ли вы с таким мнением? И тогда, если уже есть конкретика в прогнозах во временных рамках, тогда, наверное, логично было бы услышать и конкретику в вопросах помощи, поставок оружия, номенклатуры этого оружия, количество этого оружия с расчета на этот временной отрезок. Или же нет? Вы знаете, у меня вот с самого начала, когда я начал наблюдать, я более сорока лет занимаюсь анализом прессы, в том числе западной прессы, и всегда для меня, ну, какая-то часть западной прессы, которую принято называть качественной, была эталоном. Я всегда восхищался, как они умудряются объективно и точно анализировать, приводить факты. Последние годы – это огромное разочарование. Что-то случилось вот в этом доме Аблонских, и это просто какая-то беда. Понимаете, сначала прогнозы, что Украина проиграет в течение там нескольких дней, в течение нескольких недель, в том числе прогнозы давали те же самые СМИ и те же самые разведки. Потом, а сейчас вот такой вот замечательный прогноз, что вот три, а может быть пять. А что не шесть? А что не семь? А что не четыре? Просто цифра нравится. Ну вот нет под этим никакого обоснования. Просто сказали и сказали. То, что война затягивается, это очевидно. То, что крайне маловероятно, что война закончится в 2024 году, тоже очевидно. Прогноз на 2025 год давать вообще безответственно. Просто безответственно. Потому что идут разные процессы. Вот мы с вами начали наш с вами разговор с процессов в Башкортостане. Да. Ну, хорошо. А значит, если, например, ну, понимаете, может быть, могут быть разные сценарии. Если, например, Украина получит все-таки Таурусы, если в конечном итоге Байден и его команда примет решение, что, ну вот, действительно идет Трамп, и надо как-то, надо как-то хотя бы уйти в историю с какой-то позитивной, позитивной окраской, и примут решение там предоставить Украине достаточное количество F-16 и, например, Томогавков, например, то я думаю, что судьба Крыму будет решена. Просто судьба Крыма будет решена. И будет уничтожена на территории России значительная часть, так сказать, военных заводов, аэродромов. То есть это будет совершенно... Плюс к этому, вот, мне кажется, очень важное событие, которое как-то упускается, это обстрелы нефтеперерабатывающих предприятий в Ленинградской области. это 900 километров. Да, это первый раз такой дальний залет трона. Да, и это серьезно. До этого был рекорд 700 километров, это или около 700, это, значит, аэропорт военный аэродром Энгельс и военный аэродром в Псковской области. А сейчас 700. То есть это серьезная история. И я думаю, что вот... Да, если будут F-16, а если будут... А они, скорее всего, будут. Я думаю, что и решение Бундестага о невыделении Таурусов, это все сегодня, а завтра это может быть другое решение. Это может быть вот такая вот, так сказать, такая подвижка. Ничего невозможного здесь нет. И в этом случае возможно, да, оккупация Крыма. И в этом случае повернуться может совсем по-другому, потому что это будет потрясение. И в принципе Крым это, скорее всего, может быть та самая Кащеева и глав, в которой таится смерть путинского режима. Потому что это будет потрясение, потому что это будет, так сказать, серьезный сдвиг в сознании. Как же так? Путин начал войну, когда Крым был российским, а сейчас вдруг раз. И причем было совершенно очевидно, что Украина не собирается освобождать Крым. Не собирается. Украина собиралась долгие годы, ну а можно сказать, всегда дипломатическим путем вести переговоры о возвращении Крыма. И совершенно очевидно, что перспектив этих переговоров не было никаких. И вдруг раз, Путин начал войну и потерял Крым. Все. Это сдвиг серьезный. Это вот царь ненастоящий. Войску пора бунтоваться. За что погибаем? Плюс еще, так сказать, проблемы вот этой катастрофы ЖКХ. Плюс еще, так сказать, вот это вот центробежные тенденции, которые никуда не деваются и которые только обостряются. Плюс увеличение количества погибших, причем непропорционально разделяемых в регионах. И в принципе, возможно, так сказать, серьезный, серьезный вот подрыв всех этих мин, которые заложены под путинским режимом. И в результате может начаться развал Российской империи. Вот вам и конец войны. Понимаете? И не через пять лет, а может быть быстрее. Это один сценарий. Второй сценарий, другой. Приходит Трамп, говорит, все, баста, карабузики, кончились танцы. Больше никакой помощи. Я буду договариваться с Путиным. Ну и начинает договариваться. Приезжает в Москву, значит, договаривается о том, что, так сказать, все нормально, мы договорились, все, не надо больше воевать. Значит, Украина продолжает воевать. Ну и так далее. Дальше я не хочу даже рисовать этих сценариев, так сказать, но это все тоже может быть. Это тяжелая история. Украина продолжает воевать, Соединенные Штаты Америки непонятно, что делают. Понятно, что Конгресс будет продолжать поддерживать, но тем не менее, без политической воли президента это сложнее. То есть это другой сценарий, очень тяжелый. В этой ситуации война может не кончиться ни за два, ни за три, ни за пять лет. Понимаете, вот как это какой-то попытка нарисовать. Я бы понимал, если бы они представили там десять сценариев в зависимости от того, как будут вести себя какие-то акторы. Это было бы понятно. Но когда говорят, что война будет пять лет или там десять, или там два года, я не понимаю такого анализа. Ну и в то же время многие страны Европы призывают готовиться к войне, вооружаться. Мы слышали это от Британии, от Германии, от представителей НАТО. Эстония построит 600 оборонных бункеров вдоль границы с Россией и установит даже зубы дракона. Линию обороны также возведут Латвия и Литва. В то же время мы слышим о том, что Северная Корея гиперзвуковую ракету испытала и пытается ее поставить уже на баланс, скажем так, в своих вооруженных силах. Более того, один из ученых-ядерщиков каналу также CNN заявил о том, что Северная Корея не шутит вполне возможно в своих угрозах. Его зовут Вилл Рипли. Он говорит о том, что Ким Чен Ын может быть вполне себе готов к войне. И тут, конечно же, у людей вот эта вот тревожность нарастает с каждым днем вот таких заголовков и таких сообщений. Как вы считаете, стоит ли действительно взять курс на вооружение, на милитаризацию вот в контексте всех этих заявлений? Я имею в виду странам Европы, странам Америки, ну и Северная Корея здесь, которая так же непонятно, как себя поведет в дальнейшем. Вы знаете, Анастасия, я бы с вашего разрешения изменил глагол в вашем вопросе. Не стоит, а стоило давно. Ну, стоило. То есть, проблема, конечно, стоит. Лучше поздно, чем никогда. Просто проблема, тут уже, я не знаю, так сказать, Фрэнсис Фукуяма, наверное, весь языкался, его все время вспоминают в связи с его работой «Конец истории и новый человек» в конце 80-х, начало 90-х годов он выпустил свои книжки, но понятно, что он ошибся, понятно, что это была такая, так сказать, сценарий жизни планеты, основанной на эйфории по поводу исчезновения Советского Союза и понятно, да, то есть, берлинская стена рухнула, все, темницы, рухнуты, свобода, ну, в общем, все понятно. Оказалось, совсем не так. Оказалось, что мир гораздо более сложный и никакого конца истории нет и понятно, что со всех сторон, так сказать, ну, прежде всего, конечно, путинский фашизм, в который преобразовалась, казалось бы, освободившаяся от коммунизма Россия, но выяснилось, что империя распалась не до конца. Вот. Значит, плюс к этому очень кипящий, огромный двухмиллиардный арабский мир, вернее, мусульманский мир и огромный четырехсоттысячный арабский мир, плюс еще Северная Корея, ну, в общем, короче говоря, все это все это вместе создает гигантские проблемы. Конечно, надо вооружаться. И здесь, ну, тут вопросов нет. Расслабленность и ощущение того, что все, вот, после Второй мировой войны больше угроз нет, а после того, как Советский Союз исчез, то все нормально, можно уже закупать шезлонги и, так сказать, запастить большим количеством вкусных напитков и еды и просто отдыхать, беспокоиться только о том, как бы не настало ожирение. Вот, как единственная проблема, которая грозит человечеству. Нет, проблемы, помимо этого, есть и другие. и, в частности, вот, путинский фашизм, который никуда не девается. Значит, конечно, конечно, все правильно и прав министр иностранных дел Италии, который говорит, что Евросоюзу нужно иметь свою армию и правы те, кто говорят, что надо увеличивать расходы на вооружение, на содержание армии. Все это правильно, но с одной только поправкой. Дело в том, что создать свою армию это долго и дорого. И, помимо того, что создать армию, ее надо еще научить воевать.